Приветствую вас. Мне, если честно, показалось, что мужчине как раз таки вынуждены не сильно. То есть мне показалось, что он, я имею ввиду мужчина, не готов, он не готов сейчас с трехсториодным отношением. То есть, может быть, вы ему и понравились, скорее всего, вы ему понравились. Но он не готов сейчас, вероятно, делать что-то для того, чтобы реально выстраивать с вами отношения. То есть он не готов сейчас, ну, возможно, идти на сближение с вами. Вот. Этот момент нужно учитывать, потому что он бы избавил вас от... А, значит, от ненужных каких-то переживаний, он бы избавил вас от ненужных ожиданий. Вы бы смогли бы самостоятельно двигаться дальше, вот. Потому что, ну, это может быть достаточно долго, по времени, что человек... Ну, ну, пока человек пока и когда человек будет созревать до того, чтобы... Ну, чтобы начать, чтобы начинать предпринимать какие-то вещи. Вот. Поэтому ориентироваться я здесь рекомендовал бы в первую очередь на себя, а не на него. И, значит, воспринимать ситуацию скорее по факту, да, то есть именно по факту. То есть исходить из того, что есть, исходить из того, что реально сейчас происходит. А реально сейчас происходит то, что если вы мужчине нужны, то явно не настолько, чтобы что-то для вас делать и заезжать к вам. А почему так? Да, почему он так поступает? Почему он так себя ведет? Вопрос, конечно, интересный. Может быть, он боится, что вы будете от него чего-то ждать. Может быть, он боится ждать, может быть, он боится прождать вас какие-то ожидания у вас. Вот. Может быть, он сам не хочет близости, не готов к ней. Вот. То есть здесь на самом деле довольно много всевозможных причин может быть для такого его поведения. А мне кажется, что, значит, главное, опять же, не ориентироваться на него, а ориентироваться больше на себя. Потому что в его голову, в его голову, в голову, в голову, в голову к человеку. А вы все равно залезть не сможете. Вот. Да и не нужно это. Вот. А себе подпортить крови может довольно много. Вот. Поэтому здесь мне кажется, что лучше дать вам именно такую рекомендацию. Дальше. А, значит, что делать? Печневый человек мне понравился. А что делать, штука что? То есть вы можете разобраться в себе. Вот. То есть вы можете поисследовать свои эмоции, свои чувства, свои переживания. По данному вопросу. А можете, например, гармонизировать отношения? То есть момент здесь заключается в том, чего хотите вы. Вот. Именно вы, лично вы, что хотите. В этой ситуации. То есть если гармонизировать отношения, то это одна история. Если разобраться в себе, то это немножко другая история. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому. Поэтому. Подумайте. Что вам нужно от психолога. И. Какова цель. Ваша. То есть вот. То, что вы хотите. И дальше уже можно будет думать и что это рекомендовать. Вот. Хотел бы отметить, что мужчина такого возраста, да, то есть. Ну вот. Достаточно. Уже зрелый. Ему 50 лет. Тяжело меняет. Тяжело будет менять. Свой образ жизни. Даже если будет. globoelovir. И. И. Как правило. Эм. Отношения. Они. Развиваются очень медленно. к сожалению. И вам нужно обязательно себя спросить, а готовы ли вы ждать. Потому что ждать, возможно, придется долго человека. То, что вы ему сейчас не пишете, это, в принципе, хорошо, это хороший знак, это хорошая поведенческая стратегия. Вот. Но очень важно, чтобы у вас не накапливалась обида на человека. Ну, например, да, вот, допустим, чтобы не накапливалась обида за то, что он, там, вам, к примеру, все-таки не звонит. Да, чтобы не накапливалась обида на то, что он не проявляет к вам внимания. Ну, того, которое вы хотите, то, которое вы хотели бы. Вот. То есть, мне кажется, если вы можете так сделать, чтобы вас это не запрягивало, если вы можете. То, в таком случае, действительно, стоит им описать. Если же не можете, вдруг, то в таком случае, лучше все-таки выражать свои чувства, ему свои эмоции, ему, вот. И посмотрите, что будет. То есть, из вашего текста вот непонятно, насколько вы искренне в отношениях. То есть, насколько вы друг другу рассказываете то, что вы чувствуете то, о чем вы переживаете и так далее. Вот. Ну, не очень понятно. Не очень понятно. И, соответственно, соответственно, на мой взгляд, с этим тоже нужно определиться. выстраивать отношения без доверия, без открытости, без возможности высказать человеку то, что, например, у вас на душе, мне не представляется возможным, вот. Так что, я рекомендую вам исходить все же именно из этого. Вот. Так. Можно обменить вам на ваш вопрос. Отношения разрывать сразу я вам не рекомендую. Ну, тут нужно посмотреть, как и как и что. Тут нужно поисследовать вопрос. Да, то есть остатки вывести всегда успеть, в принципе. Вот. А вот попытаться отношения вывести как-то вот на более такой высокий уровень. Да, это задача на мой взгляд. Вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи. Спасибо. Спасибо. Удачи! Удачи! Удачи!